всем привет с вами дмитрий урсул и в сегодняшнем видео хотел бы поговорить на тему apple loops как с ними работать и вообще что это такое потому что очень часто задают вопросы не до конца понимают как ими пользоваться но вот в этом видео давайте такую ликбезную информацию быстро пробежимся надеюсь будет для многих полезно и так что такое по лупс это apple loops это в первую очередь библиотека лупов который идет в коллекции с logic их можно скачать через sound library менеджер то есть можно открыть менеджер здесь есть различные лупы вот apple loops есть можно выбрать разные пеки дополнительные вот у меня установлено все поэтому давайте сразу закроем это окно значит идея такая что с вместе с лоджиком идет большая коллекция лупов у них скажем так открытая лицензия то есть их можно использовать своих продакшенах и так далее то есть если у вас купленный лоджик вы можете спокойно пользоваться этими лупами для своей работы использовать их продакшен и и здесь ну довольно такое внушительное количество различных лупов вот если мы откроем здесь их отдельное окошко apple loops у нас apple loops делится на четыре категории это аудио лупы классические дальше у нас есть мидии лупы они помечены вот таким зеленым значком также у нас еще есть паттерн лупы это появилось с появлением паттерн регионов с обновлений 10.5 и еще есть драмор лупс то есть лупы которые сделаны из драмера ну и соответственно я могу сейчас например выделить только драме loops вот у меня показываются они и соответственно перед при перетягивании их в проект у меня будет создаваться нужный канал с настройками драмера и собственно сам луп который играет у нас у каждого лупа есть определенные параметры то есть если мы говорим про барабанщика в данном случае это как правило количество ударов то есть биты тут можно вот давайте сейчас я сделаю чуть побольше чтобы было виднее то есть у нас вот есть бит у нас есть темпа у нас есть тональность но тональности для барабанов у нас не актуально поэтому здесь прочерки и есть колонка феврис то есть мы можем как галочки ставить у тех лупов которые нам нравятся и соответственно с ними потом к ним возвращаться с ними потом в дальнейшем работать внизу у нас есть слайды предпрослушивание то есть мы можем здесь громкость выставить что просто послушать то есть разные лупы как я уже сказал можно отмечать и ну давайте-ка про это меню чуть позже расскажу давайте вернемся к другой категории к аудио лупам и у каждого лупа у нас есть еще и тональность то есть если это не барабаны то есть например что мелодическая гитара то у нас вот здесь есть помеченная тональность в данном случае ре мажор но в чем основная суть apple loops то что они максимально связаны с лоджиком и вот вы знаете что у нас лоджика можно указать тональность какой у нас тональности проект теперь до мажор или ля минор и любые другие тональности и apple loops автоматически подстраиваются под проект мало того что не подстраиваться по темп то есть у нас вот мы можем например найти какой-то допустим вот этот вот мы видим что оригинальный темп был 90 но наш проект 120 поэтому сейчас воспроизводится все в том темпе в котором который меня в сессии стоит и в той тональности которыми стоит сессии поэтому некоторые лупы могут звучать немножечко как будто бы не очень качественно это связано с тем что автоматически аудио лупа подстраиваются по тональности по темп проекта и она кажется что они как будто кого-то булькают или как-то очень странно звучат я рекомендую в этом случае все-таки делать выравнивание по тональности и например искать ту тональность которая вам нужна то есть если у вас уже сессия собрана у вас уже есть какие-то партии и вы не можете взять и поменять тональность что все записано то тогда вам придется ну либо привыкать к тому что ну точнее смириться с тем что луп может не очень качественно звучать если он сильно транспонируется например здесь нас тональность соль а тут у нас да это почти но это не почти это пол октавы читай квинта и это конечно очень сильное изменение хотя синтезаторами это прям так явно не слышно но какие-то более акустические инструменты могут слишком сильно исказиться гитары бас-гитары и так далее поэтому выбирать стоит тогда тональности ближе к вашей основной до мажором на что мда рэ может быть си то есть вот в этом диапазоне выбирать лупы если же вы только-только начинаете не знаете чего начать и начинаете с лупов то вы вообще ничем не связаны и никому ничего как говорится не обязаны вы можете найти нужный вам луп и чтобы слушать в оригинальном в оригинальном в регионе тональности то вы можете вот здесь поставить галочку play in original key то есть вы можете поставить вот этот пункт сейчас посмотрим да он отметился и теперь все лупы будут звучать в той тональности в которой они были записаны то есть каждый луп сейчас прозвучал своей тональности давайте если я поставлю обратно play in some key теперь вот эти все лупы будут звучать в одной тональности а именно в дома жюри и так далее то есть вы можете сами решать как вам работать этот ну я думаю такая очень важная вещь кстати здесь можно сразу отметить какую-то другую тональность отличную от вашей но если вы хотите послушать все лупы в тональности ми мажор вы вы можете ну не взять мажор просто ми мажор или минор вы можете вот здесь выбрать но обычно по умолчанию стоит вот такая установка все что касается лупов далее если мы что-то передают перетаскиваем то у нас темп если у нас проекте ничего нет тут м подстраиваться автоматически под тот которым у нас создан луп то есть вот то есть вот меня он предлагает logic импортировать темп я беру импорт и вот теперь у меня темп 93 то есть как и записан этот луп но если у вас уже есть какой-то лупы вы перетаскиваете что-то другое вот например то вот этот луп уже подстраивается под соответственно существующий темп в проекте привет коллега встречаем ежемесячная подписка одно видео за 2 рубля все как вы любите много за недорого как тебе такой илон маск полный доступ 24 на 7 к абсолютно всем курсам без ограничений формате ежемесячной подписки как это работает например выбираем тариф живая музыка он составляет из 490 видео уроков на данный момент это 28 курсов вот его содержание с выходом новых курсов они будут сразу добавляться в тот или иной пакет зависимости от тематики и будут доступны сразу же всем подписчикам этого пакета как получить доступ нужно купить подписку на этот тариф нажимаем кнопку купить и мы попадаем на сервис бусти где и происходит вся магия здесь мы уже все подготовили отсортировали по полочкам сделали удобную навигацию все в одном месте жмем подписаться проходим быструю регистрацию по номеру телефона или авторизируемся через любую социальную сеть в один клик выбираем количество месяцев для подписки жмем купить и готова так что шутки в сторону коллега пора обучаться по крупному действуйте прямо сейчас если мы возьмем например софтвер инструмент лупс то есть миди лупы у нас есть два пути мы можем просто перекинуть в пустое место у нас создастся инструментальный трек который озвучивает эти миди данные ну и по сути такой некий луп который мы еще можем потом отредактировать какие-то если нам не подходит то есть это довольно удобно использовать в таком виде лупы но если мы этот луп перетянем на аудио трек тонн автоматически у нас сконвертируется в аудио то есть это тот же самый луп только уже сконвертированный в аудио то есть тоже кому-то это может пройти то есть не стоит бояться использовать миди лупу потому что они меди вы можете их также использовать как и аудио ну соответственно здесь все можно послушать. То есть довольно удобно. И давайте пару слов скажу про браузер. У нас браузер по умолчанию открывается вот в таком виде. И здесь у нас есть категория. У нас есть категория инструменты. Мы можем выбрать, какой инструмент нам нужен, соответственно, при выборе того или иного инструмента. У нас очищается вот это поле поиска, и уже их становится меньше. То есть если я сейчас выбрал барабаны, то вот мне показывается только все, что связано с битами. Если я, например, выберу здесь, очищу выбор вот этой кнопкой, выберу электрок пиано, у меня сейчас будут показываться все электрок пиано. В таком виде показаны не все категории. Это я должен обязательно упомянуть, потому что многие спрашивают, почему тут так мало категорий. На самом деле вы можете по любой из них кликнуть. Вот, например, вам не нужны конги. Вот вам вот просто они никогда не понадобятся, допустим. Вы можете по ним кликнуть и заменить их на что-то другое. То есть здесь довольно большое количество разных категорий и подкатегорий инструментов. И вы можете эти самые конги заменить на что-нибудь другое, то, что вам нужно. Если вы не хотите с этим морочиться, то есть не хотите вот какие-то тут перенастраивать себе вот эти вот категории, вы просто можете выбрать вот такой режим, как бы режим столбцов. И в нем уже у нас доступны полностью все инструменты. То есть вот мы выбираем инструменты, и здесь вот все, что у нас есть в категории Logic, в категории Apple Loops, здесь все представлено. То есть мы можем вот те же конги найти, символы найти, электрок пиано. И дальше у нас уже идет характер этих электрок пиано. То есть это просто электрок пиано, это акустическое, это эффекты, ну то есть различные категории, которые так или иначе относятся к электрок пиано. То есть тут из разных стилей, жанров и так далее. Вот. Можно просто по жанрам. То есть если вы не уверены, какой вам инструмент нужен, но вы уверены в жанре, в котором вы работаете, например, то есть там что-то дипхаусовое, да, то вы можете вот брать дипхаус, а здесь выбирать бас, и вы знаете, что у вас вот здесь все выбрано для дипхауса, и при этом из категории бас. Вот. Или там, например, какие-то еще элементы. И так далее. То есть вы можете работать как вам удобнее. То есть здесь также еще есть настроение, то есть вы можете не жанры, не инструменты, а просто вот настроение у вас есть какое-то, нужно что-то акустическое. Вот вы можете здесь вам подсказка, что акустическое у Logic есть в наличии, то есть что вы можете выбрать. Либо вы можете что-то там, филы, да, какие-то заполнения, или там что-то обработанное, электронное. Ну то есть тут опять же категории, конечно, настроены, то есть где-то, может быть, они не совсем интуитивно понятны, но в целом, если здесь посмотреть, довольно удобно. И также вот вы можете, сейчас он показывает у нас всю библиотеку, вы можете выбрать какой-то конкретный пакет, потому что вот вместе с Sound Library Manager, то, что я показывал, там идут разные пакеты, то есть вы можете выбрать какой-то конкретный, например, вы хотите работать там в Disco Funk, например, то вы можете взять и оставить только те лупы, которые к этому жанру относятся. Соответственно, мы можем вернуться в категорию вот такую, выбрать конкретный инструмент. Вот нам сейчас показано, какие инструменты вот в этом паке есть, и, соответственно, с ними работать. То есть довольно удобно. Ну, в принципе, а, здесь, кстати, так еще есть поиск, то есть мы можем сразу показывать нужную нам размерность, то есть 4 четверти или 5 четвертей, может у нас какой-то особенный, там рисунок 6 восьмых, то есть можно сразу здесь отсортировать лупы по этим комбинациям. Ну, либо, если вы помните название конкретного лупа, который вам нужен, можете здесь его вбить, и он вам здесь, соответственно, покажется. Только не забудьте фильтр все отключить и выбрать All. Тогда у вас поиск сработает грамотно. Это что касалось браузера, давайте перейдем к самим лупам. Какие у них есть особенности и настройки, особенно у аудио. Если у MIDI и у драмера все понятно, там просто создается инструмент, и вы там, как обычный инструмент, можете редактировать, то вот с аудио все не совсем предсказуемо. Есть парочка моментов интересных. Первый момент то, что у нас есть возможность регулировать скорость у Apple Loops. То есть по умолчанию Flex у нас не включен. То есть это надо понимать. То есть да, у нас Apple Loops следует за темпом проекта, но Flex, привычный нам на дорожке и на регионе, не включен. То есть Flex не работает. У Apple Loops немножко свои алгоритмы изначально. То есть вы, конечно, можете включить Flex и работать, как с обычным аудиофайлом при Flex, но у Apple Loops есть немножко свои алгоритмы по работе со скоростью. Так как это цикличный четкий луп, ограниченный ровным количеством тактов, то у Apple Loops есть свои настройки. Например, есть параметр Speed. Вы можете проиграть этот луп в 2-х кратной скорости, в 4-х кратной, в 8-х кратной или наоборот пополам. То есть вы можете половинчатой скорость, 1 четверть, 1 даже 8-я. То есть вот такой вариант. То есть у нас у вас луп увеличится. То есть это все делается через свои алгоритмы стретчинга и так далее. То есть это все здесь настраивается. Также можно делать реверс и так далее. То есть в принципе вот этот параметр довольно интересный. И не обязательно включать Flex для того, что вы хотите ускорить и так далее. И еще очень важный момент интересный у Apple Loops. Вот смотрите, у нас здесь есть в коллекции у нас есть лупы с одинаковым названием, но с разными цифрами. То есть вот, например, Launch Vibes. Вот я могу, например, скопировать первый. Послушать его, допустим. Я понимаю, что он мне не совсем подходит. Или я, например, могу что сделать. Я могу там скопировать сразу 4 штуки. И я понимаю, что 4 подряд таких лупы мне звучит. Ну, как-то звучат немножко скучно. Что можно сделать? Вот здесь у нас есть такие стрелочки. И вот вы видите, что в списке появляются все остальные лупы с таким же названием, но с разными цифрами. Это называется, ну, скажем так, family, ну, если дословно переводить, семья. Семья лупов. То есть у этих лупов одно название, но разные цифры. И такие лупы в библиотеке Apple Loops объединяются в такую некую единую семью по названию. И только за счет цифры они как бы различаются. И таким образом мы можем потом быстро на лету поменять. То есть я могу вот здесь выбрать какой-нибудь 25-й, здесь выбрать 33-й, здесь выбрать какой-нибудь 41-й. И вот у меня получается уже такая вот партия рандомная. И при этом, так как у нас Apple Loops следует за тональностью произведения. Вне зависимости от того, что они были, эти лупы записаны в разные тональности. Вот здесь это видно и в разных темпах. Apple Loops у меня вот эти будут работать в одной тональности и звучать органично. Ну то есть, думаю, идею вы поняли. Таким образом можно подбирать разные партии. Здесь, кстати, довольно много лупов, которые являются частью каких-то таких групп лупов. И довольно удобно ими пользуются. Здесь, кстати, есть еще джинглы в категории. То есть можно использовать их. Вы наверняка их неоднократно слышали в разных видео на YouTube, потому что они, опять же, они не облагаются лицензией, никаких проблем с ними нет. И я, кстати, тоже один из таких джинглов использую вот на фоновой музыке к этому ролику в том числе. Поэтому пользуйтесь Apple Loops. Я вам вот показал самые основные фишки. Помните про них, помните про тональность, помните про работу с темпом, про скорость и про организацию вообще вот этого всего поиска лупов. И я еще обязательно запишу отдельное видео, которое будет посвящено тому, как создавать свои собственные лупы. Потому что этот вопрос напрашивается, но давайте этот вопрос разберем в отдельном видео. Ну что ж, с вами был Дмитрий Урсул. Обязательно пишите в комментариях, было ли для вас что-то открытием в этом видео. Если остались какие-то вопросы, так же пишите. Вступайте в наш телеграм-чат, если вы еще не там. Ссылка на наш закрытый клуб с доступом в этот телеграм-чат в описании. Проходите, регистрируйтесь и получите сразу доступ к телеграм-чату. У нас там уже почти, ну уже 1600 человек, но уже так движемся к 2000. Поэтому вступайте, будем рады вас там видеть. Пишите, я всегда на связи, задавайте свои вопросы. Самые интересные и часто задаваемые вопросы я обозреваю здесь на YouTube-канале, вот в виде таких видеоответов. Поэтому оставайтесь на связи, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не потеряться. Ну а вам я желаю успехов в творчестве. С вами был Дмитрий Урсул, всем пока.